Так, самое доброе утро, 7 ноября. Всех поздравляю с праздником октября. О, это песня обо мне. Спасибо. Поехали, 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 поехали. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Потому что Обама выиграл. Я как-то не люблю проигрывать, хотя, опять же, я вообще не политик. Политикой вообще не занимаюсь. Категорически против политики. И вообще не бабское это дело лезть в политику. Это тоже. Но, тем не менее, я воспользовалась своим правом гражданина США. Это привилегия граждан США участвовать в голосованиях и быть членом жюри. Как только я получила американский паспорт, первое, что я сделала, я сразу зарегистрировалась в избирательном списке. И, опять же, первое, что я сделала, не могу сказать, что это второе, я сразу сделала два дела. И зарегистрировалась в жюри. Я очень надеюсь, что когда-нибудь я поучаствую. Я поучаствую. Очень надеюсь. Итак, день просто замечательный. Во-первых, почему? Потому что Обама выиграл. Хотя, опять же, я уже еще раз, который раз объясню, что я в политике не разбираюсь совершенно. Я когда увидела первый раз Митта Ромни, я в него просто по уши влюбилась. Ну, это я так говорю, влюбилась, как бы, это ничего не значит. Просто он мне очень понравился. Очень симпатичный мужчина. Очень такой холеный весь такой. Ну, красавчик, красавчик, ничего не скажешь. Женский такой этот. Женский. Сейчас, сейчас, сейчас. Это я приехала в банк. Мне нужно пополнить свой кошелек какими-то денежками. Никакими-то денежками. Ой, девочки, извините, миленькие, я чуть на вас не наехала. Так резко вышли из машины. Итак, пошла в банк. Сниму денежку. Изъял дочки, мои любимые. Я просто, когда увидела Митта Ромни, конечно, я в него влюбилась, как любая нормальная женщина. Влюбиться красивее в мужчину, тем более, что он возрастом, как я, 21. Обама-мальчишка. И потом прошло, я все, Ромни, 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 мой президент. И потом я так смотрю один сайн, это знак на дороге. Ну, короче говоря, я поняла, что Ромни действовал нечисто плотно. Он брал, как бы, ну, он обманывал. Один из знаков, который меня просто ударил в сердце, такая брехня, такая, брехня, брехня, такая, самое настоящее. На дороге стоит такой большой сайн, и там написано, что бензин, до прихода Обамы бензин стоил 1,65$, А сейчас он стоит 3,65$, такая брехня, брехней просто быть не бывает. Ну, то есть это нечестно, это, как говорится, когда боксеры дерутся, это удар под дых. Понятное дело, что, как бы, кто-то поверит, кто-то, но я-то помню, как все это было. Я когда сюда приехала в 2005 году, бензин стоил 2,10$ за галлон. Потом он как-то резко так вырос до трех с копейками, потом он даже был 4, а потом вдруг резко упал. Упал он как раз перед выборами президента. Я не знаю, почему, ну, опять-таки, президент не имеет никакого отношения к регулировке цены на бензин, вообще никакого. Это вообще от президента никак не зависит. Хоть бы он там, что бы он ни делал, это совершенно не зависит от президента. Есть мировой рынок, как, не бензин, а, как сказать, этих энергоресурсов и там всякое разное, всякое, я не буду вдаваться туда, куда я, где я не разбираюсь. И, наверное, месяца два или три бензин стоил тоже 2,10$, 2,30$, это было нечто. После того, как бензин стоил 4, вдруг он почти два раза упал. Но это было совсем короткое время. И потом бензин снова вырос до 3,50$, до 3,40$, ну, где-то вот три с чем-то. И держался все эти годы. И когда Ромни команда, понятно, это не он сам, понятно, что это его предвыборная программа, ну, во всяком случае, все, что говорит Ромни, все, что он выступил, все, что говорит кандидат в президенты, обычно всегда по телевизору, когда идет реклама, и в конце говорит, я, допустим, Мит Ромни, и я подписываюсь под тем, что было сказано, я одобряю этот месседж. То есть, получается, что по-любому его команда должна была, как бы, одобрить с ним вот этот вот знак, который стоял на дороге по поводу бензина. Ну, то есть, это, конечно, это было нечестно. Плюс к этому я смотрела дебаты. Никогда не смотрю не дебаты, не смотрю дебаты, но, опять-таки, смотрела только с тем, чтобы, ну, опять же, английский язык, чистый английский язык и у Ромни, и у Обамы, ну, как-то все смотрят, и я, все побежали, и я побежал, как в этом фильме «Джентльмены удачи». А ты что, побежал? Все побежали, и я побежал. Я тоже заметила, что Ромни при всей вот этой вот величественно посаженной голове, при всем таком, ну, короче, величие надута. Я заметила в человеке, что он внутренне, он сильно в себе не уверен. Я не знаю, как, я не знаю, как я это читаю в людях, я не знаю, как. Может быть, я не права, может быть, это мне просто показалось. Бог его знает, не кидайте у меня камнями. Но мне вот, я просто посмотрела, с каким жаром говорил Обама. То есть, Обама говорил, вот, он просто говорил, он был весь, он отдал себя весь. То есть, он говорил, когда человек говорит от души, он говорит от души. А когда человек говорит и задумывается над каждым словом перед тем, как сказать, это уже настораживает. Это говорит о том, что человек в себе не уверен. вот когда допустим я слушаю кто-то говорит я сразу вижу человек контролирует себя вот каждое слово значит он себе не уверен сто процентов или когда человек вот так вот говорит ну что там допустил какую-то ошибку там я тоже ничего страшного главное что это идет от души вообще я посмотрела на эти дебаты и поняла что ромни но я не могу сказать что он закомплексованы нет ну вот в нем есть какая-то вот червоточинка что ли вот ну то есть моя любовь к нему сразу исчезла испарилась то есть я в него влюбилась просто в образ красить просто красивый красивый мужчина и когда он стал говорить я поняла что он не тот мужчина в которого можно влюбиться то есть он не герой он не он не тот с кем я пошла бы допустим в разведку у меня всегда так я подружек выбираю я знаю что если я пойду с ней в разведку значит она моя подружка если я вижу что это я вычеркиваю спит из список из списка подружек так вот сейчас я выключу машину то она мешает гул машины мешает ладно ладно она говорила воно говорила воно говорила так что почему опять-таки я голосовала почему я пошла на голосование почему я поучаствовала как бы в этих политических играх опять как я уже сказала я еще раз объясню потому что я хотела использовать свой свою как бы гражданский долг америке что но то есть я настолько балдею от того что я получила гражданская американское гражданство я иногда даже и да иногда даже не как бы забывал об этом елки-палки я же это я получила гражданство и помню когда я приехала сюда и кто-то мне и Я получила гражданство, мне такие завитки брали, такие прям завитки, такие, думаю, ой, когда же я, когда же я стану? И вот я когда встала, и когда вот это вот преимущество, только американские граждане имеют право голосовать, опять, как я уже повторяюсь, и имеют право быть членом жюри. А у всех остальных людей, у всех права абсолютно одинаковые здесь. Все, кто находится на территории Америки, у них у всех одинаковые права. Ну вот, и сама себе тоже говорила, да не лезьте в эти выборы, оно тебе надо. Чем более понятное дело, что это только вид, это только вид, мне кажется, в любой стране. Вот я не уверена в этом, но это мое предположение, что все эти выборы, это из пальца высосано, как бы все равно это заранее уже все известно кому-то вот там, кто там над нами, я не знаю, сколько там горстка евреев, я не знаю, кто там над нами, но я знаю, что есть государственная машина, и она сама себе крутится, и вход, а в терем тот высокий, и нет входа никому. Так что от нас, от людей, которые вот среднестатистический человек, от нас вообще здесь ничего не зависит. Ну я сходила, почему? Во-первых, потому что бы сделать видео, чтобы показать разницу в голосовании. Я ходила на голосование когда-то, по-моему, один или два раза в Советском Союзе, тогда, по-моему, еще был то ли Брежнев, то ли уже был, я не помню, я не помню. И я просто хотела сравнить, вообще на голосование потом не ходила, потому что я понимала, что от меня вообще никак ничего не зависит, просто блеф, просто чушь собачья. Я пошла, чтобы сделать видео, меня, конечно, очень поразило, что выборы происходят в церквях. Там, в церкви, в которой я была вчера, проходили выборы, и когда я ехала в эту церковь, с левой стороны по дороге, с правой стороны тоже стоит церковь, и тут тоже выборы. То есть я посмотрела, что в церквях происходят выборы. И я так поразилась, думаю, надо же, вообще, вот представь себе, на секундочку, Советский Союз, выборы генерального секретаря, там, или кого там выбирали, происходит в церкви. Это совершенно было невиданно, неслыханно, и это было просто невозможно. Хотя вчера, опять-таки, мы с мужем долго смотрели телевизор, смотрели там эти... Ну, это уже была как игра, это уже была как игра. То есть, как бы, если мы уже вступили в эту игру, то надо ее досмотреть до конца. И мы смотрели вот эти голоса, какие штаты, какие штаты, где больше за Ромни, где больше за Обаму. И я смотрела, оказывается, выборы происходили там в разных штатах и в школах. Я видела, одни из выборов проходили в зале, в баскетбольном зале школа, либо университет какой-то. Ну, у них тут не называют университет, у них называют это колледж. Хотя на самом деле это университет, либо институты. Что еще? Что-то я со словом... Я так много хотела сказать, что я пока вешала белье, думаю, вот это, вот это, вот это, вот это. Открыла, включила камеру, все забыла, все выветрилось из головы, все выветрилось. Все, пошла получать деньги. Все, всех люблю, целую, будьте все здоровы. И до свидания.